Депутаты парламента Абхазии не приняли сегодня повестку дня на заседании. В повестке, я напомню, было четыре вопроса. Постановление о стратегических объектах Абхазии, об обращении Народного собрания к президенту республики, об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обращение парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли. Депутаты около часа обсуждали судьбу повестки, затем спикер Валерий Кварча поставил повестку на голосование, за проголосовало 12 человек, против было 9. Голосование в итоге не набрало кворума. Сейчас в нашей студии находятся депутаты парламента страны, это Рауль Лолуа и Алхаз Джунджоли. Приветствую вас, уважаемые гости. Добрый день. Итак, ну расскажите о том, почему так получилось. Алхаз, давайте начнем с вас. Вы были основным, по-моему, докладчиком, если не ошибаюсь, да? Да, потому что накануне проводился комитет, по работе которого эти документы и были вынесены в неочередную связь. Значит, мнение высказывалось, что совершенно непрофильный комитет выносил там большую часть вопросов. Одно постановление по ковиду как бы логично, а касаемо электроэнергетики нелогичный. Ну, мы решили, что социальный аспект этой проблемы никто тоже не отменял. А у меня название комитета не только здравоохранения, но еще и по социальной политике как бы. Поэтому посчитали возможным. А с другой стороны, вообще, какая разница, кто его выносит. Голоса посчитали, пройдет, не пройдет. Можно назвать как угодно. Главное, чтобы документ или тема была обсуждена, вынесена на широкое обсуждение. Я считаю, это было гораздо важнее того, какой комитет прошел накануне и вынес эти документы. Угу. Рауль Валерьевич, а вы голосовали против, почему? Я против голосовал самой повестки, та, которая была предложена сегодня на сессии, вне очередной сессии парламента. Во-первых, изначально наши депутаты и коллеги обозначили, почему эта сессия не может состояться. Привели регламент, в регламенте четко все было прописано. И считаю, что изначально был нарушен регламент. Но это ладно, это один вопрос. Следующие вопросы, которые выносились на нашу сессию, они друг с другом не были связаны. Мало того, есть вопросы и темы, и постановления, предложения постановления, которые касались не только одного комитета, о котором сейчас идет речь, а и других комитетов тоже. Я считаю, что в этом плане это в целом все эти постановления и вообще сама сессия и проведение сегодня сессии имела политический окрас. Было продемонстрировано, целенаправленно, вернее, хотели продемонстрировать наши, к сожалению, коллеги, ситуацию, которая показывает, что власть не справляется ни с ковидными мероприятиями, да, рост заболеваний, ни с энергетикой, ни с теми другими вопросами, которые вынесли. В частности, вот здесь такой вопрос о стратегических объектов Республики Абхазия. Там дальше вообще было не четыре, а пять было предложений постановления, да, то есть президенту, обращение к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли, там, дальше о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной эффекции, там, еще обращение народного собрания к президенту, там, и так далее. То есть они не были друг с другом связаны. Когда мы сказали, что давайте тогда мы отложим эти вопросы, они недоработаны, они непроработаны, и обсудим только, если там критическая ситуация складывается у нас с заболеванием, идет рост, то на это предложение был отказ. Я сам лично об этом выступал в качестве предложения, был отказ. Поэтому, еще раз повторяю, считаю, что это именно было политически организовано, для того, чтобы необходимо именно придать такой окрас. Малхаз, ну вот вы слышите, да, что говорит Рауль Валерьевич, то есть вопросы не проработаны, считает он. А у вас, судя по всему, другое мнение, да? Ну, нет, я не считаю, что они окончательно проработаны. Конечно, Рауль в этой части прав, но для этого и выносилось на общее обсуждение, чтобы над такого рода обращениями поработать. Политический окрас... Ну, может быть, имеется в виду, что все-таки в профильном комитете, например, да, вот о стратегических объектах нужно было сначала обсудить, да? Мы же услышали, не провели сессию, не приняли повестку, истерики, не будем устраивать хорошо, в рабочем порядке обсудим. По крайней мере, этот вопрос, который раньше даже не брался в расчет уже, хотя бы, цитируя Рауля, давайте возьмем в рабочем порядке, проработаем, кто же нет, говорит. А политический окрас, Рауль, конечно, присутствует, потому что эти вещи обсуждаются в политизированном до предела органе, к сожалению, которым стал парламент, вместо того, чтобы заниматься рутинной законодательной работой. Но если это способ решения наших общих проблем, споря с друг другом, не уважая иногда, что-то надо признать, тоже бывает. Но если это способ решения проблем, уже хоть каким-то путем идти, лишь бы проблемы решить, которые касаются всех. В данном случае, то, что он политизирован, и вообще для меня это вторично, например. Не делаю из этого трагедии. Хорошо, ну а как, например, вы объясните, что все эти четыре вопроса были вынесены сегодня? А зачем надо это объяснять? У вас ночью свет выключают дома? Да. Ну а что дальше объяснять? У вас родственники болеют, больницы лежат? Конечно. Коктеймру вам не приходилось искать? Пока нет. А зачем задавать вопрос, почему мы это вынесли? Ну скажем, о стратегических объектах Абхазии. Стратегические объекты Абхазии, я считаю, надо вынести, потому что кулуарно идут разговоры в передаче в частные руки перебадных ГЭС. То есть у нас дефицит энергии катастрофический, а мы, да, я понимаю, что это кто-то считает одним из путей решения энергокрылия, запустить объект. Все понятно, но когда с инвестициями приходят инвестиции, уходят имущественные права абхазской стороны, ущемляется наш интерес, даже если есть тень, подозрения, надо быть крайне осторожным в этом вопросе. Я могу себе позволить неофициальные вещи, болтать депутат, что он там говорит, позволю себе там по портам нашим ходят вопросы, передачи полные. Почему мы не должны поднимать ... Откуда у вас такая информация? Слухи на Брехаловке услышал. Так буду глупо, может быть, рассуждать. Но лучше я пусть буду дураком, чем это пролетит незаметно для нас всех. А почему нельзя было, скажем, вот в профильном комитете обсудить, а потом выносить? Вот в чем вопрос? Потому что грозит нам, грозит не то слово, потому что мы скоро уходим в отпуск, много чего может произойти, кто-то разъедется и так далее. Почему бы не решать эти вещи экстренно? У нас недавно сессия только закончилась. На этой сессии очень много вопросов. 24 вопроса было. И мы не продлевали новую сессию. Они встали, вот прям, знаете, выскочили эти вопросы. И именно вот сейчас почему-то, понятно, конечно, мы выходим в отпуск, но можно было бы нормально подготовиться, переговорить с коллегами, обсудить это опять же в профильных комитетах. Наверное, тогда бы это было и логично, и солидно, и правильно. И не тогда не имело бы о том политическом окрасе, который я говорил. Я не хочу политизировать эти темы. Конечно же, они очень острые. И мы можем много говорить о том, что мы справляемся с ковидом, не справляемся или плохо справляемся там и с энергетикой. Но работа в этом плане идет. И мы приглашаем и министров приглашаем, и экономики был недавно министр, и здравоохранения. То есть, обсуждаем в парламенте. Нет такого, чтобы мы это не обсуждали. Я не помню, чтобы мы, в частности, там, в понедельничной сессии, когда мы собираемся по понедельникам, говорили, что давайте срочно проведем экстренную сессию, что у нас все горит. Такого не было. Буквально вот там вопрос по, как он, о стратегических объектах, он был зарегистрирован вчера только. Вчера. Вот вчера вы его подписали, как депутат парламента. Ну, где, почему раньше об этом не говорилось? Почему мы сегодня об этом сказали? Сегодня хотят представить, я так понимаю, что депутаты, которые проголосовали против, проголосовали против постановления о мерах ковида, да, и темы вокруг болезни этой. Вот. Это кардинально неправильно, и этого не было. Мало того, даже если бы мы пошли по тему обсуждения ковида, у меня и у части наших коллег были свои предложения и замечания к тому постановлению, которое было. Мы даже до этого не дошли. А сегодня еще раз повторяю, возвращаясь к этой теме, хотят наших коллег в таком свете выставить, что они были против именно этой темы. Неверно. Так делать нельзя. Это не солидно. Мы, коллеги, друг с другом работаем уже 4 года, и такие манипуляции, честно говоря, я не приветствую. Вот это главный мой был ответ, почему я против голосовал в целом повестке дня, открыто об этом сказал. Мало того, когда мы говорим о ковидах, я бы все-таки ориентировался, здесь ни одного слова нет, не знаю, наверное, мой коллега этот готов документ, но на этот счет у меня тоже свои предложения есть, и которые замечания есть. Там ни одного слова не говорится о вакцинации. Я считаю, что, да, и мы все получаем определенную информацию в целом, да, о вакцинации, как она проходит в других странах, насколько она необходима. В этом постановлении вообще слова нет о вакцинации, о необходимости этой вакцинации. Вот это ключевые вещи, да, понятно, те меры, которые там предлагаются, конечно, они необходимы и правильные, да, но мы должны понимать, какие меры необходимы и реальные для нас сегодня. Какие меры мы реально можем сегодня реализовать, а какие они просто в наших условиях нереализуемые. Поэтому, конечно, но мы, опять же, повторяю, не дошли до этого. Там есть некие предложения о том, чтобы определить, создать координационный штаб. Он не работает. Он работает, координационный штаб? Я так понимаю, и что мой коллега тоже в этом координационном штабе участвует. Он участник координационного штаба. Я вот так слышала координационного штаба. Он есть или нет? Глава СЭС заявила, что он не работает. Да, недавно это было. Я не хожу в этот штаб уже больше полугода. А вот я, насколько знаю, вам были присланы документы, когда в Женеве были какие-то, присылали работы штаба этого, да, материалы, да. Ну, мне так сказали, что вам тоже присылали как участнику этому штабу. Да. Хорошо, давайте поговорим вот о тех предложениях. Я не присылаю, я туда не хожу. Нет, это другой вопрос, ходите вы или нет, а другой вопрос, он расформирован или нет. Он работает или нет, ответьте нам. Мне сказали, что я сработает, выяснилось. То есть ответственный работник к нам говорит, не работает, меня не слышат, почему нет, работает. Путаем, может быть, с оперативным штабом при Минздраве, тот работает, да. Да. Не, не, мы не путаем ничего. Я именно запросил информацию, мне сказали, что координационный штаб не распущен, а в этом постановлении это указано. Понимаете, вот эти вопросы, они стояли у нас сегодня. Мы же тоже владеем информацией, общаемся и с людьми, и видим все то, что происходит у нас в стране. Прекрасно, это с этим же не спорим. Да, и мы все хотим, мы хотим все пользу, понимаете, принести нашей стране. Но таким образом это, таким образом это не сработает. Никаких вот эти постановления, они необходимы, нужны, но их предварительно можно согласовать в комитетах, согласовать со всеми депутатами, и мы все вместе солидно будем выглядеть и поддержим мы это все. Но не так, как сегодня навалились, и при этом нашему обществу и людям показали, что нет единства, и тем более кого-то выставляем в каком-то некрасивом свете. Я кардинально против этого. Ваша точка зрения понятна, пожалуйста. На секунду. Да, конечно. Вот когда нас мало депутатов, мы прекрасно друг друга слышим. Конечно. Рауля упреки, ну, может, некрасивым словом назову Рауль, полностью воспринимают. Не подошла эта форма общения в виде экстренной сессии, вопросов нет. Голосование это главный инструмент выражения мнения. Прекрасно, в рабочем порядке, не спорю со своей стороны, может, кто-то более эмоционально там, повышая голос, сообщает о своем недовольстве или довольстве. Хорошо, решило большинство так, в рабочем порядке, прекрасно, давайте решать. Если мы были услышаны, напомню, мы писали письмо, я там, по-моему, говорил письмо, мы написали, там три пункта всего. Запретить свадьбы, вакцины, вопрос и закупок тембры. Там забыли упомянуть, что это, правда, депутаты обратились к президенту, ну, как Мин провел, услышал. Уберем вот эти все перетекания и забывания, упоминания. Ну, напрямую давайте тогда общаться только за двумя руками. Видишь, все слышим друг друга, когда хотим. Я все-таки возвращаюсь, да, вот вопрос, который стоял об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Вот какие у вас предложения, Алхаз? Сразу скажу, потому что там первое, что вызвало критику, это там препятствие въезду больных людей на границе. Так. Для того, что я это озвучивал, не значит, что я по пункту совсем сам согласен, во-первых. Я прекрасно понимаю, что термометрию организовать, это даже смешно сейчас летом, нет такой возможности. То есть многотысячный поток суточный, это надо посадить в зале с кондиционированным воздухом на нашей стороне, дать людям остыть, извините за уважение, и только потом проводить. Ну, то есть это не осуществление? Конечно. Ну, там была более разумная мера озвучена, например, требовать ПЦР трехсуточный. В России это требуют при внутренних перемещениях. Наверное, слышали там QR-коды, вводят там разные заградительные меры. Ну, почему бы и не рассмотреть? Просто мы не сможем, видимо, прийти к согласию, потому что это не наша там вина, или мы с Раулем не будем спорить хоть до утра, но тут в другом спор. Необходимость ужесточения мер, чтобы остановить инфекцию, и необходимость заработать, извините, наполнить казну, пользуясь сезоном. Вот эта борьба двух взаимоисключающих понятий будет нам мешать всю дорогу. Одни, понимая, что казну надо наполнять, будут требовать никаких препятствий не выстраивать, другие, наоборот, боясь или потеряв уже кого-то или что-то, будут требовать ужесточениями. Вот там надо искать золотую середину. Ну, когда это проходит, все на фоне нашей общей безответственности, это уже общее, как бы, вообще про всю нашу страну. Когда таксисты занимаются антепропагандой, какие маски, они чуть ли, людей в масках чуть ли не высаживают, ну, например, таксисты, сейчас это, может, частный пример. Как же, нормально же все работало, помните, какие были репортажи, там, следили за общественным транспортом, рейды, санепицы, вот это сейчас нужно, вот прям сегодня, вчера, позавчера. Надо привлечь, наверное, внимание. А сесть и договориться мы всегда сможем, в каком виде это поддержать. Правительство, я уверен, ну, традиционно у нас в форме общения всегда страдает. Надо услышать друг друга, решим, я думаю, с этим быстро. Это как раз меньшая проблема в этой повестке сегодняшней. Безусловно, вот я согласен, самое главное сейчас, необходимо работать с правительством. Это наша общая проблема и по ковиду, и по энергетике. Она копилась годами и так далее, да. Давайте сейчас вернемся, если по остановлению, я вот, ну, это постановление тоже народного собрания, которое я зачитал. Постановление по энергетической отрасли. Я тоже с ней, это вижу тоже в постановлении, больше эмоциональный окрас такой, да, политический, эмоциональный окрас. А сами предложения, ну, они, я считаю, что нереальные сегодня, понимаете. То есть можно было бы это нормально со специалистами проработать совместно всему депутатскому корпусу, принять решение и выйти с этим постановлением, понимаете. Сейчас слушающие нас наверняка, конечно, не понимают, о чем речь. Вот какие предложения по энергетическому кризису? Мы это озвучивали. Давайте, вот они здесь есть у меня, вот, пожалуйста, в этом постановлении. Президенту Абхазии совместно с Кабинетом Министром в 10-дневный срок представит народное собрание, стратегию развития энергетической отрасли, меры по экстренному выходу из энергетического кризиса и потребления, и снизить потребление на 500 миллионов киловатт-часов. Я, насколько понимаю, работа в этом плане идет. Конечно, и в парламенте было это обсуждение, и я считаю, что эффект от этого есть. И мы видим, что за последнее время, буквально вы недавно сообщили, около 3000 подключенных было машинок демонтировано и соскладировано. То есть работа в этом плане ведется. А какой мы хотим с 10-дневный срок представить, чтобы к нам представили материалы. Дальше. Президенту рекомендовать до 1 августа принять указ о запрете предоставления провайдерам интернет-ресурсов. Ну, это технические вопросы, понимаете, уважаемые коллеги и друзья, понимаете, это вещи, которые в постановлениях не обязательно прописывать. Рекомендовать президенту к привлечению руководителей центральных органов государственного управления, подведомственных организаций, учреждений к ответственности за нанесенный материальный ущерб. Ну, какой ущерб? Какие подведомственные организации? Тоже непонятно. Здесь все расплывчато написано. Дальше. Кабинету министров тоже в 10-дневный срок представить народное собрание информацию об объеме потребляемой перетока электроэнергии, сумме источника покрытия образовавшегося внешнего долга. Ну, это вообще элементарный вопрос. Я думаю, что любой депутат может написать запрос в Министерство экономики и получить ответ. Он имеет на это полное право, и Министерство экономики должны в установленный законом регламент времени предоставить отчет. Вот, понимаете? Дальше. Седьмой пункт, там, шестой народному собранию в 10-дневный срок назначить парламентское расследование по фактам грубого и массового нарушения должностными лицами законодательства и так далее, и так далее. Ну, зачем тоже это в постановлениях? Давайте соберемся тогда, если мы решаем, что нужно там отреагировать именно таким образом. Можем отреагировать. Ну, вот, генеральной прокуратуре до 1 августа провести комплексную проверку деятельности РУП Черномор Энерго. У нас есть палата, контрольная палата, которая нам подведомственна, мы с ней работаем. Давайте ее туда направим, если есть вопросы. Понимаете? И они уже установят факты нарушения, а потом уже подключим к Генеральному прокуратуре. Мы же не против этого всего, но механизмы и методы использованы были неправильно сегодня. Вот почему мы выступили с таким возмущением. Мы уже столько лет работаем и, конечно же, против таких. Хорошо. Мы услышали это, Рауль Валерьевич, что методы были не те. Но скажите, вот время идет, да? Ну, вот это уже... 5 ноября все ближе и ближе. Да, да. Что будем делать? Вы успеете вообще в намеченные сроки уложиться? Учитывая нашу неторопливость, мы, я думаю, вообще ничего не успеем. Когда это обсуждать, вы уходите на... Мы, это я имею в виду не депутатов, мы вообще все ответственные за энергоотрасль. Ну, и себя, и нас, вернее, к этому причисляем, потому что мы пишем, если законодательный акт. У меня есть другая информация. Я вот буквально недавно встречался с министром экономики. Там есть определенный план. Конечно, они подготовят этот план, план мероприятий, который и представит парламент. План какого рода? План по выходу из энергетического кризиса. Пошаговый план. У них есть уже ответы на все эти вопросы, которые, кстати, мы и ставили в парламенте. Никто не говорит, что они неправильные, эти вопросы. Но, опять же, форма подачи этого всего. Мы хотим пользу принести или мы хотим дестабилизацию какую-то поднять. Вот, главное, пользу, да. Поэтому, если пользу, мы должны научиться с ними разговаривать. А если они уже не выполняют, ну, понятно, тогда у нас есть совместные другие методы. Мы же все вместе общаемся в кулуарах с депутатами, между собой. Мы от однорода не оторваны. Мы видим все то, что происходит. И, конечно же, доносим до наших министров необходимость выполнения вот таких мероприятий. Я очень надеюсь, что тот кризис, который сейчас есть, а это кризис, это возможности, что они мобилизуются и работа в таком направлении, я вижу, что началась и ведется. И представят нам необходимый план. План тот, который, ну, по крайней мере, сейчас не выведет полностью эту ситуацию, не решит все наши проблемы, но, по крайней мере, стабилизирует до определенных времен, да, потому что кризис, согласен я, то, что у нас сегодня налицо. Эти предложения подготовлены министерством экономики, да? Министерством экономики подготовлены. Да, да, да. Уполномоченные органы там и министерство экономики, там и Черноморы, они все вместе над этим вопросом занимаются. Конечно же, я так понимаю, что они же не хотят выстрелить себе в голову, да, это вопрос общий. Мы все здесь живем, нет здесь оторванных людей или кто-то уезжает и приезжает на работу сюда, там, в другие страны. А что вам известно по некоторым, скажем, предложениям, которые там есть? Что-то вам известно? Что-то можете звучит. Я выступал и выступаю сейчас тоже, если вот вы конкретику сейчас хотите услышать, то все то оборудование, которое было завезено, не буду говорить, когда оно было завезено, майнинг оборудования, раньше, позже, там, до этого, находится, определяется место, источники, количество энергии, место и так далее, которое даст возможность это все оборудование в одном месте поставить, складировать. Тем самым это уберет нагрузку с городов и районов и люди будут зарабатывать и так далее. Это вот одно из предложений, которые министерство экономики готовит. Я надеюсь, что они быстро этот вопрос решат. Это очень считаю, что очень важно, да, потому что по-другому решить вопрос там только карательными мерами не получится. Они сейчас изымают, они сейчас складируют, демонтируют, а потом через определенное время, я думаю, что это в течение двух месяцев должно лишиться, дадут людям возможности для этого вида деятельности. Следующий этап мы часто любим упоминать и вспоминаем это очигвару, да. Очигвары там тоже были проблемы, потому что когда технические вопросы, там столкнулись именно с техническими вопросами, нам об этом так докладывают, мы тоже не специалисты в этом плане, что те опоры, которые стоят там, они тот кабель сечения, который был изначально зафиксирован и предложен, не выдержат. Это приехали специалисты и определили. Значит, время оттянули для того, чтобы заказать новый кабель, он уже, я насколько понимаю, здесь, так, по крайней мере, нам докладывают, и в ближайшее время начнется уже установка этого кабеля и приведение в порядок очигвара, она для нас очень важна, я полностью согласен, кто поднимает этот вопрос, потому что зиму мы должны пройти с нормальной линией. До зимы они нам обещают, что этот вопрос тоже решат. Это тоже не политический был вопрос, чисто технический вопрос. То есть вот на эти все вещи есть ответы, главное, чтобы мы эти ответы слышали, воспринимали и спокойно, спокойно поддерживая совместными усилиями двигались вперед. Вот главное. Можно? Конечно. Парировать. Этот план развития или там выхода из энергетического кризиса, такой долгожданный план, он на самом деле частично давно уже лежит, уже несколько лет, СИПР называется, но он, естественно, требует корректировок в соответствии с ситуацией. Я хочу напомнить, в ноябре, кажется, мы начали биться за бюджет на 2021 год. Сколько было споров по поводу выделения сумм, начали с выделения сумм, потом начали просто по вопросу энергетики. Год почти прошел, ну, полгода округлим. Эта программа никак не появлялась, частично сделанная. Сейчас она появилась. Ты говоришь о предоставлении интернета, то есть отключение там или выяснение места расположения этих ферм и так далее путем интернет-права. Это депутаты парламента предлагали зимой. Я это не говорю, это в постановлении, в вашем постановлении, которое ты должен был зачитать, прописано. Понял. Это не наше постановление. Почему этим не пользовались до сих пор? Я не знаю, еще раз это постановление здесь прописано. Ну, я и говорю, ну, раз не использую так очевидный метод борьбы с этим явлением, мы вот подполкнули к правильному решению еще. И по срокам, естественно, это все старые документы, которые просто надо реализовывать. Спасибо большое. Завершаем. Я напомню, что депутаты парламента Абхазии не приняли сегодня повестку дня на заседании. Мы об этом поговорили с парламентариями Раулем Лолуа и Алхасом Джинджоли. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok